Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Прямо сейчас вы начнете потреблять очень качественный технический контент. Но перед этим вспомните, что в компании «АвтоСтронг-М» 180 тысяч отличных запчастей, среди которых есть «ноускаты», это отпил передней части автомобиля, также радиаторы, также усилители бампера и еще 180 тысяч запчастей из Европы. Так что звоните и пишите нам. Как и всегда, мы обрабатываем каждый ваш комментарий. Вы просили, мы разбираем, встречаем популярный двигатель от Opel Z16XER. Двигатель Z16XER – это продолжатель семейства 16-клапанных атмосферных двигателей Opel. Данный двигатель появился в 2007 году и вместе с ним на моторах Opel появились фазовращатели, причем сразу на двух распредвалах. Поэтому ГБЦ у этого двигателя и предшественника разные. У данного двигателя нет гидрокомпенсаторов. Также в данном моторе пластиковый впускной коллектор с механизмом изменения его длины. Данный двигатель соответствует экологическим нормам Euro 4. Он более тяговит и экономичен. На базе этого мотора был построен турбомотор объемом 1.6, а также более задушенный под нормой Euro 5 двигатель. Данный мотор выпускался аж до 2015 года. Двигатель Z16XER устанавливался на такие автомобили, как Opel Astra H, Zafira B, также на Chevrolet Cruze и Tracker. Там он обозначался F16D4. Двигатель Z16XER имеет отличный ресурс и хорошую надежность. В первые годы выпуска данный двигатель имел проблемы с фазорегуляторами, но они решались по отзывной кампании. В целом этот двигатель не имеет каких-то очень глобальных слабых мест. Но есть нюансы, о которых каждому владельцу надо знать, чтобы не иметь проблемы с ремонтом. О них мы вам сейчас и расскажем. На двигателе, который мы разбираем, катушек зажигания не оказалось. Но вы знаете, что в Тастронге можно найти все. Поэтому мы, естественно, нашли подходящий модуль катушек зажигания. Так вот, в двигателях Opel Z16XER установлены катушки, которые объединены в один модуль. Поэтому при возникновении проблем с данным модулем возникает вопрос о замене всего модуля. Но, к счастью, та причина, по которой он чаще всего выходит из строя, успешно лечится. Чаще всего в этом модуле подводят изоляторы. Искра насквозь пробивает пластик изолятора и тогда наблюдаются пропуски зажигания в соответствующем цилиндре. Чтобы решить данную проблему, надо снимать весь модуль, найти место пробоя. Оно обычно выглядит как трещина и пахнет подгоревшим пластиком. Отфрезеровать это место дремелем, затем залить эпоксидной смолой. Этого достаточно, чтобы вернуть этому модулю работоспособность. Также нужно осмотреть свечные колодцы, есть ли в них влага или следы ее пребывания, то есть коррозия. Если влага присутствует, то надо дополнительно уплотнить вот эти резиновые кольца на изоляторах. Обычно влага в свечные колодцы попадает после мойки, либо же в зимний период. Еще один фактор, который приводит к пробою изолятора, это плохой контакт пружины наконечника со свечой зажигания. Иногда автомобили с двигателями Z16XR могут сыпать ошибками, которые никак не связаны друг с другом. Причиной этому могут быть неполадки в ЭБУ, а именно пайка пинов электрических разъемов и дорожек внутри корпуса. Но перед тем, как разбирать ЭБУ, следует прочистить контакты электрических разъемов. Иногда это помогает. А вообще блок управления установлен в очень неудачном месте на впускном коллекторе. Естественно, он подвержен вибрациям и перепаду температур. Ну а помогать сегодня в разборе данного двигателя нам будет мастер своего дела. Николай, встречаем. И мы начинаем нашу разборочку. Двигатель Z16XR оснащен электронно управляемым термостатом. Он полностью открывается при температуре 105 градусов. А если двигатель испытывает дополнительные нагрузки, то при температуре 90 градусов открытие термостата осуществляется встроенным в него нагревателем. О высоких нагрузках на двигатель ЭБУ узнает по показаниям дополнительного датчика температуры, который установлен в радиаторе. Система управления автомобилем может сравнить температуру охлаждающей жидкости в радиаторе и возле термостата и выдать ошибку, которая косвенно указывает на плохую работу термостата. Это, кстати, может помочь предотвратить перегрев двигателя. А такая проблема случается. Как показала практика, данный термостат служит около 50 тысяч километров. Хороший неоригинальный стоит около 50 долларов. Оригинальный в разы дороже. Двигатель Z16XR известен появлением масляной эмульсии в системе охлаждения. Масло всплывает в расширительном бачке. Также возможна и обратная ситуация, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Это приводит к очень плохим последствиям, то есть износу маслонасоса и износу вкладышей. Также масло и охлаждающая жидкость могут стекать по блоку и попадать прямо на выхлопную трубу. Считается, что преждевременные проблемы с теплообменником появляются из-за того, что водитель сильно и рано нагружает мотор в зимний период. Из-за этого жидкость, которая циркулирует по теплообменнику, нагревается быстрее и сильнее, чем сам теплообменник и блок цилиндров. Почти во всех случаях причина кроется в прокладках теплообменника. Их надо заменить и промыть систему охлаждения. Менять прокладки лучше превентивно каждые 150 тысяч километров. Помимо вот этих трех прокладок надо еще заменить уплотнительные кольца на трубках подачи и отвода антифриза. То есть всего получается 8 позиций. Также известны редкие случаи появления трещин внутри теплообменника, поэтому при замене прокладок его надо снять и продуть. То есть подать минимальное давление в одну из трубок системы охлаждения, а вторую заткнуть. Таким образом можно выявить, что контур герметичен. Двигатель Z16XER оснащен пластиковым впускным коллектором с механизмом изменения его длины. Системы twinport, как на двигателе Z16XEP, здесь нет. Данный пластиковый впускной коллектор из системы изменения его геометрии работает исправно и долго. Двигатель Z16XER имеет известную проблему разрушения мембраны клапана системы вентиляции картерных газов. Клапан системы вентиляции картерных газов является частью клапанной крышки, поэтому завод не предусматривает замену этой детали как отдельную, только вместе с клапанной крышкой. Но решение уже давно найдено. Надо просто снять клапанную крышку, снять заднюю крышку клапана, поставить новую мембрану. Благо сейчас заменителей хватает. А также мастерские предлагают клапанные крышки с уже замененной мембраной взамен на крышку клиента. Симптомы лопнувшей мембраны в первую очередь проявляются в нестабильных и скачущих оборотах. Также крышка маслозаливной горловины будет сильно присасываться. Есть еще один симптом. Мотор будет очень нестабильно работать при снятии крышки маслозаливной горловины, а также при доставании масляного щупа. При наличии трещины в мембране слышен свист воздуха через отверстие в ее корпусе в клапанной крышке. Этот свист пропадает при открытии крышки маслозаливной горловины, а также при вынимании щупа. Если с мембраной все нормально, никаких трещин нет, то двигатель будет всегда работать стабильно и при откручивании крышки маслозаливной горловины, и при вынимании щупа. По состоянию видно, что 1050 на данном двигателе никто масло не менял, и оно выпало вот таким вот шламом. Что удивительно, кулачки распредвалов не пострадали. Вообще вот это не является неисправностью, потому что распредвалы и коленвал крутятся. На обоих распредвалах двигателя Z16XR установлены муфты фазовращателей. При больших пробегах, а также некачественном масле данные муфты могут издавать стук и треск в первые секунды после запуска двигателя. Данный звук в народе называется дизелением, но его часто путают с оконем гидрокомпенсаторов. Но гидрокомпенсаторов на данном двигателе нет. Фиксаторы стучат из-за ухудшения снабжения маслом. То есть давления масла хватает для выдавливания фиксатора ротора муфты, но не хватает для наполнения ее камер маслом. Это происходит из-за засорения сеток фильтров управляющих клапанов, также из-за засорения масляных каналов, также из-за подклинивания редукционного и предохранительного клапана, а также из-за износа самих муфт. Цоканье вот это, которое происходит в первые секунды после запуска двигателя, это предвестник проблем. Если функционирование системы изменения фаз газораспределения нарушено, то ЭБУ фиксирует соответствующие ошибки по кратковременному либо постоянному сбою. Коды этих ошибок P0010, P0011, P0013 и P0014. Также в первые годы выпуска данные двигатели отзывали для замены муфт, а также замены электрогидравлических клапанов. Каждая муфта управляется отдельным электромагнитным клапаном. При выходе из строя одного из клапанов регулирование фаз газораспределения прекращается, причем муфта может заклинить в одном из крайних положений в зависимости от того, в каком положении заклинил шток электромагнитного клапана. А если заклинит управляющий клапан, то тогда масло непрерывно подается в муфту и это приведет к выдавливанию сальника распредвала. Это масло может попасть на ремень ГРМ и это приведет к перескоку ремня. Решение проблем со стуком фазовращателей, а также с ошибками в работе данной системы могут затянуться. Бывает, что при замене двух муфт, а также клапанов, стуки продолжаются. В этом случае надо перепроверять все варианты, то есть осматривать масляную магистраль и клапаны в масляном насосе. Но в любом случае все проблемы с данной системой сводятся к хреновому масляному сервису. В первые годы выпуска двигатель Z16XER страдал от течи масла по стыку ГБЦ с передней опорой распредвалов. Для решения данной проблемы надо было снимать эту опору, все сопутствующие детали, чтобы посадить ее на гермет. Состояние данной ГБЦ, как и у всего мотора, нагар на клапанах и в камерах сгорания, то есть мотор масло ел. Двигатель Z16XER не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в регулировке тепловых зазоров. Производитель рекомендует регулировать тепловые зазоры каждые 150 тысяч километров. Номинальные тепловые зазоры для впускных клапанов 0,25 мм, для выпускных 0,32 мм. Эта процедура производится самым неудобным образом – подбором тарированных толкателей. То есть нужно измерить существующие зазоры, поднять распредвалы, рассчитать размеры регулировочных толкателей на основе существующих зазоров и толкателей. Если говорить о состоянии цилиндров, хона нет и нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что шлам выпал на поверхности ГБЦ, мы видим, что шатуны и коленвал неплохо перемалывали густое масло. Нету катастрофического износа ни на коренных, ни на шатунных вкладышах. А маслосъемные кольца, естественно, закоксованы. На шейках коленвала мы видим более-менее жидкое масло, а под ним видим следы износа. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали действительно надежный опелевский двигатель. Меняйте масло вовремя и превентивно меняйте прокладки теплообменника, и будет все супер. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».